И снова горы Мешков с мусором по всей области, а к ним в придаче переполнены и до нельзя контейнеры. Беспорядок в городах и селах стал одной из ключевых тем регионального штаба по благоустройству. Да, мусор есть, он не убирается. И не убирается не потому, что кто-то не хочет убрать, а просто есть ряд системных вопросов, которые мы должны скоординировать. Например, сегодня люди задают вопросы, а когда будут убраны те или иные территории от листвы, которые осенью выпало, ветки, которые упали, и мусор, который там лежит. И мы, муниципальным образованием, задавая такие вопросы, не находим ответов. А как же правовые акты, которые обозначают зону ответственности, написанные на бумаге, как показывает практика, не мешает переводить стрелки с одних на других? Я понимаю, что сейчас идет массовая уборка территории, и загрузка контейнерных площадок увеличивается в разы, и по скорости, и по наполняемости. Тем не менее, это не дает нам право. Это, уважаемые главы, вас касается. Ваша зона ответственности тоже здесь нисколько не меньше, чем зона ответственности рекоператоров. Поэтому работайте, контролируйте все эти процессы. Должна быть отлажена работа комиссии, которая работает с бизнесом, добавляет Андрей Тюрин. Фасады магазинов на центральных улицах Ульяновска оставляют желать самого лучшего в плане чистоты. Отдельного внимания требуют нестационарные торговые объекты. Объекты НТО находятся в безобразнейшем состоянии. До сих пор какие-то непонятные там ржавые мангалы стоят, горы дров. Мы что, где живем, в тайге, что ли? Димитровград, который находился на прямой связи с кабинетом министров, как и другие муниципалитеты, предложил региональным операторам устроить день открытых дверей. Это даст, например, каждому владельцу авто помочь в генеральной уборке улиц и отвезти самостоятельно мусор. Особенно это станет актуальным после Всероссийского субботника, который пройдет в регионе 24 апреля, наряду со стафетой и Всероссийским съездом садоводов. Наша задача максимально, во-первых, комфортно логистику построить, уборки, чтобы мы могли достойно, как регион, участвовать в этом субботнике. И, с другой стороны, это будет масса новейших таких трендов, как агитация и участие школьников в акциях по раздельному сбору твердых коммунальных отходов. Всероссийский субботник в Ульяновской области предполагает навести чистоту и порядок на территории 525 общественных пространств в 24 муниципалитетах. Всероссийский субботник также даст старт началу рейтингового голосования за объекты благоустройства, которая благородит в 2022 году по программе нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Подобное голосование проходило в 2018 году. На этот раз оно выходит в онлайн-режим, а разобраться со всем вновь помогут 400 волонтеров. Волонтеры рассказывают, что это за объект, для чего он нужен, как он был выбран, какую-то историческую составляющую, и предлагают жителям проголосовать, рассказывают, на каком сайте это необходимо сделать. Для людей старше 65 лет они могут сделать это прямо на точке. В принципе, все те, у кого вызывают какие-то сложности, могут найти наших волонтеров, они обязательно будут. Волонтеры будут находиться в местах массового скопления населения, а также осуществят подымовой обход. В выборе объектов для благоустройства смогут принять участие все, кто старше 14 лет. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая включительно.